Когда мы наносим внутренний угол, стыкуем две стены, желательно дождаться, чтобы стена соседняя уже высохла. То есть делайте стены напротив, эти на следующий день. Это желательно. Но бывает всякое. Допустим, маленький объем, у вас много углов внутренних. Тогда, конечно, придется помучиться. Помучиться о спряжении двух плоскостей в одном углу. Я сейчас хотел показать некоторые моменты, как это можно сделать, некоторые секреты нанесения. Итак, берем немного. Буду делать одной рукой. Немного шпаклевки. Ой, шпаклевки. Наши штукатурки. Так. И потихонечку наносим на угол. Не залазим. Залазим в самом конце. Потому что та стена уже чуть-чуть начала подсыхать. Лучше лишний раз ее не тревожить. Обратите внимание, что я вот этот уголок на самый конец. То есть вот эту простеночку заровнял. Вот эта полосочка у меня была в самом конце. Наносим максимально близко. Разравниваем. Можно даже подравнять с помощью швейцарки. Смотрим, чтобы не подсох. У него мокрый край. Вот. И ровняем. Мне здесь неудобно. Поэтому я сверху вниз. А так снизу-вверх лучше, конечно. Чтобы вам показать. Так, конечно, надо ровнять снизу-вверх. Вот таким образом. Ну, то есть ровняем на часть, которую мы не сделали. То есть выглаживаем. Так, и еще разок. Помешает розетка. Еще одной рукой. Ладно, достаточно. Смысл не в этом. А смысл в том, как угол сделать. Пускай не будет так. Отлично. Так, вот теперь у нас сформировалась вот такая щелка. Теперь берем немного материала. Совсем чуть-чуть. И начинаем аккуратненько наносить. Аккуратненько наносим. И тут же выравниваем. Практически не давим по воздуху. Ювелирная работа. Почему вот этот шпатель хорош? Что у него вот такой вот угол. То есть я чуть-чуть... Чтобы у меня не получился острый угол, я немного как бы веду по той стене, но не давлю, потому что штукатурка свежая. И если я проведу по ней, она, конечно же, чешется. Поэтому нужно осторожно вести. Еще разок. Аккуратненько, аккуратненько. Вот здесь не спешим. Все, получился идеальный уголок. Все остальное мы уже заравниваем с помощью швейцарки. Так, что ж такое-то. Можно еще сделать... Я вообще не советую залазить на... На эту штукатурку. Но если вдруг какая-то здесь образовалась наслоение, то можно аккуратненько пройти по этой стороне. По этой стороне ведем вообще по воздуху. Чисто убрать наслоение. Это ювелирная работа. Поэтому, если вам говорят, за один день сделать сразу весь объем, то это сопряжено с тем, что дольше времени. Соответственно, дороже будет работа стоить. Я говорю, лучше не заморачиваться с этим всем. То же самое касается наружных углов. Таких. То есть, используйте, наносите их. Вот я здесь, в данном случае, нанес штукатурку. Уже время много прошло. Теперь можно откос сделать. Я покажу, как это все делать, чтобы четкий получился угол. Чтобы не было здесь каких-то нависаний, каких-то утрат. То есть, получается, я распоказывал, как мы здесь по окончанию делаем. Срезаем. Вот, чтобы у нас полнотелый получился забитый угол. Именно этой части стены. Вот то же самое будем делать с этой стороны. Но это я уже дальше покажу в следующем видео. Вот сейчас мы про внутренний угол говорим. То есть, оставляйте, по возможности, противоположные стены наносите. Потом эти. То есть, после того, как высохнет, уже на следующий день. Ну, или, возможно, не на следующий день, а хотя бы там спустя полудня. Чтобы она подхватилась, штукатурочка. Можете даже пушку включить, чтобы подсохла побыстрее. Это на крайний случай. Но лучше не спешить, а подождать следующего дня. Ну, вот, в принципе, получился аккуратненький уголок. Я даже могу подсветить его. Материал свежий. Сейчас резкость наведаю. Аккуратненький. Залитый. Без утрат. В этом случае, главное, не спешить. Все у вас получится. Все, продолжаю дальше.